Всем привет! На сервере разгуливает новый развод через аренду кастомных фур, и сегодня с помощью его я попробую развести игроков на крупные суммы. Если что, играю я на шестом сервере Аризоны, регайся на мой ник и активирую промокод, который находится в описании, чтобы получить 1 миллион на пятом уровне. Давайте наберем на этом ролике 10 лайков за 1 час, и также подпишитесь на канал, чтобы не пропустить следующие видео. Желаю приятного просмотра! Если ты задумывался об открытии собственного сервера в GTA Samp, CRMP или MTA, то BigHost поможет тебе это сделать по низкой цене. А главное, очень быстро! Ссылка на данный хостинг есть в описании. Я специально для этого видео купил фуру, и сейчас мы с вами проверим этот самый новый развод. Как вы можете заметить, я устроен дальнобойщиком, и здесь в чате очень часто выскакивают объявления о том, что люди хотят арендовать фуру. Допустим, вот, человек арендует фуру за 3кк в час, для того, чтобы работать и выбивать ворцы дальнобойщика. Я приехал на базу дальнобойщиков, а вот, походу, этот Марокко как раз-таки подавал объявление, что арендует фуру. А фура у меня, будь здоров, то есть, с ковшом, с наклеечкой ФБИ, с мигалочкой, с тюнингом, все как положено. Он меня знает, да, я сосновый сейчас, я просто хочу вам показать вообще, как это работает, систему, а потом я зайду с твинка, еще попробую слева аккаунта развести. Мне на часик буквально. Окей. Вот, он мне ставит сюда 3,5 ляма, я подтверждаю сделку. Теперь у меня есть два варианта. Либо просто уехать, не дать ему фуру в аренду, либо же сначала дать ему ключи и после этого выгрузить фуру сервера или выйти. Но в данном случае я просто ему не хочу ключики кидать, вот он пишет, кидай ключики, и я просто уезжаю. И все, он остается без денег и без фуры, а я в плюсе на 3,5 ляма. Вы скажете, что ты нам за херню задвигаешь, да, тебя просто знают, и поэтому тебе доверились и кинули деньги первым. Нет, пацаны, деньги кидают всем первым. То есть, они просят карпас, чтобы убедиться, что фура их. И после этого кидают деньги всегда первыми. Давайте я ему даю ключи, допустим, 14.04. Допустим, даже если второй вариант мы рассматриваем. И он, короче, садится в эту фуру и его просто кикает. Как-то так, короче, работает этот развод, поэтому будьте поосторожнее и берите в основном у знакомых. У меня даже не получилось его развести, потому что он как бы развел себя сам. Но я сейчас остался на своей же фуре, в плюсе на 3,5 миллиона. А он даже не на сервере, как ему деньги-то вернуть теперь? Вот это поворот. Вот сейчас вы в чате дальнобойщиков можете наблюдать, как человек сдаёт фуру в аренду за час 3кк и оставляет свой номер. И он точно так же может им деньги эти не отдать. Но, конечно же, если они зафрапсят всю сделку и условия, то, скорее всего, его накажут. Ну, а прикиньте, сколько он человек может до этого времени обмануть, пока эту жалобу рассмотрят? Кто не наёбывает при сдаче фуры? Это я. Чё, давайте его найдём. А вот сейчас кто-то пишет, что от фрапса смысла нету и ЖБ не поможет. Короче, тут дискуссии идут на эту тему. Вот, Марокко зашёл, его кикнуло. Так, сейчас я ему, короче, верну даже чуть больше. Я ему дам 5 миллионов. Держи. Я приехал за следующей жертвой. А вот он ко мне сам подбежал. Все 3 дают. Ну, окей, мне, в принципе, без разницы, насколько наёбывать. Всё, смотрите, я ни слова ему не говорю. Он мне сразу кидает трейд. И передаёт сейчас эти 3 миллиона. Давай, давай, давай. Сюда, сюда, к папе. Ну, вот. Уже профит у нас бы получился от 6,5 лямов. Неплохо, да, за 7 минут. Я ему также даю сейчас ключи. Не офисе только из игры, спасибо. Не сможете. А, нет, я выгрузил. Всё, фура пропала, смотрите. Всё, он остался наёбанный без фуры. Конечно же, ему эти деньги я верну, потому что я не разводил. Я ему даже с плюсиком верну. После этого, как у него фура исчезла, я её снова же загружаю на сервер. И она полностью, опять же, в моём распоряжении. И готова к следующим наёбам. По-моему, всё чётко и по плану. Сейчас я уже нахожусь на своём твинке. Я сюда перекинул фуру, устроился дальнобойчиком. И теперь я пишу в чат, сдам фуру 3кк в час. Опа, звоночек. Отвечаем. Всё, он меня уже ищет, хардблэк. Еду тебя наёбывать. Всё, договорился с человеком. И он самый первый позвонил. И, значит, я его самого первого и наебу. Всё логично. Вот он подъехал. Вот, видите, я с твинка, и он мне просто первый трейд кидает. Даже карпас не попросил. Три ляма кладёт. Всё, просто без договора, без всего. Но вы видите, как это работает. Это, то есть, я даже уже не сосновый, просто на изи получил 3 миллиона. Всё, выдал ему копию ключей транспорта 1169. Он сказал спасибо и сейчас всадится в неё. Но только он сейчас будет выезжать на час, на минуту. Кстати, она уже вышла. Вот, видите, поэтому хотя бы проговаривайте условия. Всё, фура у него исчезла. Я ему, короче, верну пока что те три, которые он мне дал. Сосновую зайду, ещё два ляма три кину. О, вахуй, жесть. Здесь рыбка поймана на крючок. Не обманешь? В смысле обману? Нет, конечно. Куда ты чё гонишь? Я чё тебе наёпчик? Вот он тоже, да, у меня ни карпас не попросил. Ничего абсолютно. Всё, три ляма я принимаю. И деньги у меня. Давай ключ. Не дам. Я тебе заплатил. А я тебя наебал. Понял. Ну чё, я могу просто уехать и всё. Так, держи вот эти деньги. Сейчас тебе ещё два ляма сверху прилетит, Бертуха. Короче, вот так вот как-то легко люди ведутся на разводы. Даже после того, как я его обманул, он всё равно меня просил эту фуру. Но, естественно, я ему всё возместил. Итого, я обманул Соснова двух человек и ещё Свинка. То есть, разницы это никакой не сыграло вообще. Они как кидали мне первыми деньги трейд, даже не убедившись, что фура моя, так и кидают дальше. На этом ролик уже заканчивается. Всем спасибо, кто досмотрел до конца. Поставил лайк и оформил подписку на канал. Также на экране появились мои предыдущие видео, которые я вам советую посмотреть.